Сегодня в Улутау пройдет первое заседание Ултык Крултай, национального Крултая. В консультативно-совещательный орган, заменивший Национальный совет общественного доверия, вошли 117 человек. Новый институт продолжит работу надсовета на общенациональном уровне и должен стать связующим звеном между властью и народом. И не случайно местом для проведения национального Крултая была выбрана именно вновь образовавшаяся Улутауская область. Подробности в репортаже Гульнары Жандагуловой. Улутау – культовый край для каждого казаха. На нашей земле много сакральных мест, но среди них Улутау занимает особое место. Он был центром для наших предков, гунов и коктюрков. Символично и само расположение Улутау – центр страны. Именно здесь в 1727 году собралось ополчение из трех жузов, давших отпор джунгарам. О создании национального Крултая президент Касамжимар Тукаев заявил в мартовском послании народу Казахстана. По словам главы государства, Национальный совет общественного доверия выполнил свои функции. Теперь национальный Крултай станет консультативно-совещательным органом, фактически связующим звеном между властью и народом. Некоторые наши граждане путают Крултай с теми Крултайами, которые в начале независимости, когда мы начинали приглашать наших соотечественников на нашу родину. Крултай, который уже создан при президенте, это уже более имеет современный формат, современный облик. Миссия этого Крултая – это, наоборот, подсказывать главе государства, в целом, обществу, какие значимые проекты, какие значимые задачи перед нашим обществом. Поэтому как раз в свете трансформации нашего общества, нашего государства, как и первое заседание Крултай, как раз намечено в Ултаусском регионе. Это и символично. Создание Национального Крултая – продолжение последовательной работы по воплощению в жизнь идеи нового Казахстана. Символизм во всем. Ведь первое заседание пройдет в Ултаусской области, где исторически всегда обсуждались важнейшие вопросы. Национальный Крултай – это попытка объединить весь цвет нации, объединить идейно. Лидеры мнений, известные общественники, журналисты, политологи, культурная интеллигенция, депутаты. Всего более ста человек. Масштабно. Каждый из них сможет высказать свое мнение и предложение относительно проводимых в стране реформ. Ултау – географический центр, причем не только Казахстана, но и всей Евразии. Как и во все времена шелкового пути, отсюда на экспорт идет металл. Отделение области выглядит вполне логичным шагом, как с экономической стороны, так и с культурной. Проблем за эти годы в Жасказгане накопилось предостаточно. Слаборазвитая инфраструктура, ветхие коммунальные сети, проблемы с качественной питьевой водой и плохими дорогами. Может быть порядок, наверное, дороги, потому что город вообще в падке был. Дорогами у нас вот еще центральные, да, более-менее, которые на периферии маленькие дорожки. Вы пройдите, посмотрите, они все разбитые. В данной ситуации у нас не устраивает медицина. Качество дорог, образование, социальное ЖКХ, облик домов, урбанизация не хватает, мест притяжения в городе для молодежи. Аскология подводит. Наверное, все это знают, ни для кого-то не секрет. Ну, на это, наверное, надо в первую очередь обратить внимание. Для обеспечения Жасказгана качественной питьевой водой потребуется 46 миллиардов тенге, говорит Аким Берек Абдагалёла. Ему достался регион с самой низкой плотностью населения. Два района и три города. Все это Улутауская область. Небольшой, но стратегически важный регион. Накопилось очень много проблем, которые нужно решать на месте. И одна из самых таких больших проблем, конечно, изношенных сетей, о котором вы говорите, прежде всего, это проблема качественной питьевой воды города Джасказгана. Это проблема воды и в Улутаусском районе, и в Жанарке есть. Изношенность и фактически отсутствие канализационных сетей. Это как в Сатпаеве, и в Харажал, и в Улутау запускается. То есть, это все нам сейчас необходимо решать при поддержке правительства. Люди, я думаю, через некоторое время уже почувствуют создание областного центра, переезд этих крупных компаний «Казахмыс». Как раз национальный Куралтай и должен стать той платформой, где обсуждаются перспективы развития страны. Тут важно учесть и интересы регионов. Каждый должен быть услышан. Гульнара Жандагулова, Марат Диханбаев, Айдос Интибеков.